пётр я приветствую вас приветствую вас как хотел сказать как пандорина самого любимого зрителями фандоры но потом все-таки решил вернуться последней вашей работе театральной вы недавно из воронежа приехал да я не так и из воронежа мы там играли премьеру мы сыграли примеру в москве но для воронежа тоже можно сказать второй спектакль у нас был мы сыграли премьеру спектакль чп бульвар чистопрудный бульвар это пьеса галина он ее написал достаточно давно но мы сделали из нее такой скажем так лирическую комедию она не рассчитана на прям вот ха 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 там все-таки надо немножко подумать и мне очень как вот очень очень нравится когда ты играешь и не просто веселишь зрителя заставляешь немножко так подумать потому что там пьеса об отношениях мужчин и женщины естественно причем мужчины они считают себя интеллигентными безработными и пытаются заработать на жизнь возя людей на велосину велорикши называют себя велорикшами и женщины тоже бывают одинокими вот эти перипетии как заставить себя не врать и убедить свою 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 вторую половину что ты действительно ее любишь это а по жизни есть такая проблема тема убедить вторую половину да я думаю что я думаю что да потому что мы мужчины мы очень иногда очень редко говорим своим любимым женщинам что мы их любим нам кажется что мы один раз сказали и вроде как этого до потом мы дела делаем делаем дела но женщины любят еще и слова в чем разница основная между воронежской и московской публики есть ли она во первых да есть то да я могу сказать что есть какая разница есть в основном в москве люди уже достаточно сильно замкнуты и увидеть чистые открытые глаза в зрительном зале в москве очень сложно а в воронеже это глаза поклонниц ваших многочисленных я сейчас говорю обо всех так понятно зрителях а в воронеже в воронеже и не только в воронеже там публика более открытая и она приходит зрительный зал воспринимать а не кричать удивите меня вот к вопросу о мужских поступках правда ли что вы переодевались белый халат врача и проникали там про дом для того чтобы посмотреть прям совершенно такая кинематографичная зарисовка на самом деле я бы не сказал что я проникал и там специально одевался в халат врача я не хотел присутствовать на родах не хотел почему я боялся что вдруг это страшно вдруг что или что я вы же актер можете сыграть что угодно я боялся что вдруг я упаду в обморок ну от от какой-то там ситуации меня никто не спросил как-то все это как-то завертелся я понимал что я должен помогать вот я я понимал что моя ирочка моя любимая она она я перебью она хотелось чтобы она никогда не спрашивала об этом просто так получилось что 1 1 1 и мы вместе и она уже рожает и все мне просто никто даже не сдал вопрос вы будете присутствовать народах или нет просто как-то раз оно само собой получилось а я был в халате врача а к вопросам о страхах и падениях правда ли что вы на втором курсе вы щепкина да 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 училище на втором курсе вы решили поиграть в того самого мюнхаузена да под олега инковского полезли куда-то не просто по лестнице не было открыто окно было открыто окно это был третий этаж и это была зима это да это была зима да и мой друг он играл на фортепиано музыку из фильма тот самый мюнхаузен вот но было холодно прохладно я хотел закрыть окно но хотел это сделать очень эффектно ну раз музыка нельзя так вот как-то запрыгнуть на это окно я запрыгнул скользнулся элементарно потому что с какой этаж третий третий этаж и вылетел так и за и серьезно повредились да ну скажем так можно было повредиться серьезнее вот как нам уже стены переломы были у меня просто перелом бедра там в кашу прям костюм она вышла по продаю что вам врач сказал что вы будете хромым сказать что скорее там зиновия герда примеряем скорее всего будет но ты не переживай вот он как раз говорил что ведь зиновий герд тоже хромает ну я то не зиновий герд послушайте мне до него еще ну то есть врачи ошиблись диагнозом или это какая-то сила воли или какая-то генетика нет это возможно я мог ну превратиться в инвалида если бы я не работал над коленным суставом если бы я не его не разрабатывал вот если бы я просто не хотел вы чтобы волевой человека да да это безусловно достоинство недостатки у вас есть да какие я я очень сомневающийся а вы же близнецы вы вы же вы же такой знак это мне все время кажется что я что-то не доделал что особенно особенно это касается профессии поэтому и семейной жизни про которые таблоиды обильно пишут у вас на сомнений нет вы так все сделали правильно меня все хорошо потому что меня любят и я люблю и дочь моя изумительная мне правда вот сейчас она взрослеет становится все красивее и красивее я не знаю что мне делать чтобы к ней не приставали нехорошие дядьки ну как же так такой вообще отцовский комплекс девочки тогда если дядьки не будут приставать будут тетки приставать пусть уж дядьки приставят а кем она будет как считаю тем я боюсь что она станет актрисы я боюсь это боитесь да почему ну потому что такая профессия родители у нее из говеб рэры мать актрисы отец и к тему очень 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 не очень такая профессия сложная в том что я деньги работу я насти вообще для они только для девочек вообще у нас в нашей профессии стабильности нет а я как сами расслабились вы говорите открывает материальный стабильность про финансовую? Нет, про то, что есть роли или нет роли. Востребованность. Ну да, востребованность, скажем так. Стабильность именно из-за этого проявляется, когда ты востребован. А когда ты хочешь быть востребованным, или понимаешь, что у тебя есть этот потенциал, а ролей нет или не дают, ну как так, тебя не видят в этой роли, то начинаешь медленно умирать, наверное, так. Ну, а она же красивая девочка, поэтому красивые девочки, они востребованы независимо от ремесла, поэтому, в общем, я думаю, что у нее все в порядке будет. Я просто наблюдаю за ней, мне кажется, что она очень умная растет. А вот это плохо, уже когда красивая и умная, это беда. Ну, может быть, она владеет какой-то серьезной профессией. То есть вы свою профессию считаете несерьезной? Я считаю, что, вот опять же, я считаю, что если нет какого-то везения, если нет какой-то, ну, просто в нужный момент, нужная встреча какая-то, или тебя увидели, мы, артист, очень зависимы. Это правда. Это правда. Вот, допустим, смотрите, вот не было у вас такой силы воли, не смогли бы вы справиться с этими переломами бедра. Я думаю, что я потерял бы профессию. Кем бы вы стали тогда? Я понимаю, что слагательное наклонение никто не любит, но тем не менее, все-таки, кем бы вы могли стать, если бы не стали актером? Не знаю. Я к тому времени уже очень любил свою профессию. Ну, я уже любил, потому что я до этого я учился в колледже, в ГИТИСе, у Бориса Гореловича Голубовского, поэтому у меня получается, что это в Щепке был второй курс, но по учебному процессу это был пятый год обучения. А, вот так вот. Вот. Поэтому я уже без этой профессии не мог. Я себя всегда успокаиваю, конечно, что если вдруг ну так получится, что меня уволят из всех театров и не будут снимать в кино, я пользуюсь метрополитеном, там всегда есть вот такие объявления, что помощник... Вы пользуете метрополитеном в том смысле, что вы предпочитаете метро передвижения? Да. И пешком люблю ходить. Так. Так вот, там всегда в метро объявление, что требуется помощник машиниста, еще кто-то. Там все время кто-то требуется. Поэтому я думаю, что я без работы не остался. Сколько стоит сейчас проезд метро? 28 рублей. Понятно. А скажите, у вас ведь родители совершенно не из шоу-бизнеса, насколько я понимаю, нет? Я тоже с шоу-бизнесом не связан. Нет, ну как, все-таки нет. В чем понятие? Нет, нет, я считаю, что кино, я даже считаю, что политика это шоу-бизнес, а уж кино и театр нет, это индустрия развлечений. А кто ваши родители? Мама у меня, она работала сначала в архитектурном институте, ну, это так называется, институт, не институт, где учат, а просто Моспромпроект, скажем так. она работала в Моспромпроекте сначала, потом она была, она работала в цирке, но не в цирке, не актрисы цирка, а в отделе кадров. А, ну, она с Ситией Ремникулиной, насколько я понимаю. и была секретарем у Юрия Владимировича. И вы общались, да? Да, я делал у него в кабинете уроки даже, вот, он заставлял меня, не заставлял, просил надуть ему шарик, земной шар, я ему отдал. Это было очень интересно, и, ну, для меня это, как, знаете. А цирк никогда бы не рассматривали, как какую-то опцию для своей профессии? Ну, будучи ребенком, имею в виду, во время... Я спрашивал свою маму, я говорю, мама, почему ты не отдала меня в цирковое училище? Она бы сказала, что ей цирковые артисты сказали, Оля, ты хочешь, чтобы у тебя был ребенок образованный или не образованный? Он говорит, да, хочу, чтобы был образованный. Тогда его нельзя отдавать в цирковое училище. Вот. Он будет сильным, ловким, но не факт, что он будет образованный. А вы образованный? Я, опять же, как сомневающийся человек, считаю, что мне еще учиться, учиться и учиться. Вы срочно и служили, да? Да. И, удивительным образом, в театре? Повезло. Опять же, не повезло. Это случайность была эта? Ну, просто, дело в том, что для нас, артистов, существуют разные виды военной службы. В ансамбле или вот есть театр российской армии, где тоже берут на службу артистов. Служба заключается в том, что мы обслуживаем этот театр. Обслуживаете в каком качестве? Вот вы в каком качестве обслуживаете? Я был монтировщиком, я был актером. А, то есть, вы выходили на сцену? Да, да. Но мы жили там, в казарме. Так. Естественно, мы убирали театр, естественно, ну как, это наша часть, мы ее убирали. А строевая? Строевая? Нет. Не было? Нет, строевая у нас не было, потому что не было на это времени. Потому что после уборки территории надо было ставить декорации, надо было разбирать другие декорации. а театр армии это огромный театр. И декорации там тоже огромные. Вот. Но это было интересно, здорово. Все-таки ваш основной персонаж, ну как мне кажется, это Фондорин. Вы уже больше 10 лет играете в Фондорина. И в 2002 году сразу же получили премию какую-то. Да, Чайку. Чайку, который владеет оружием. И он же и фехтует, и стреляет, по-моему, да? Ну, я могу сказать, что я фехтую. Вот. Я не могу сказать, что я чемпион мира по стрельбе, но я умею стрелять. Вы в тире стреляете или где? Я стрелял в тире, да. А на охоту не ходите? И потом, я же, у меня были такие роли в кино, вот я играл десантника, и мне тоже там пришлось стрелять, и снайперской винтовки из СВД я стрелял. Нравится? Ну, я думаю, что каждому мужчине, конечно, нравится оружие. Я бы не хотел применять его в жизни, я бы не хотел, чтобы жизнь заставила меня кого-то убить. Я, ну, прямо честно, я не хочу убивать людей. Понятно, а ваш персонаж, в общем, частенько этим злоупотребляет. Не надоел вам Фандорин за эти годы? Нет. Нет? Нет. Но, ведь невозможно развивать роль там в течение столь того времени. Можно, да? Можно. То есть, вы хотите сказать, театр, я могу сказать так, что театр, в отличие от кино, чем он отличается? Театр, это всегда живое, сиюминутное, перманентное действие, которое не бывает одинаковым. То есть, да, ты можешь повторить какой-то пластический рисунок, но он все равно будет наполнен по-другому, потому что ты каждый день меняешься. Более того, ты имеешь такую уникальную возможность каждый спектакль работать над ролью, над своими ошибками, потому что ты все равно общаешься с партнерами, и они могут тебе дать совет. Ты опять же можешь им дать совет. Ну, это такое, это волшебство. А вы Акунина-то читали до того, как стали играть в Фандоре? Честно, нет. Вы не знали об этом персонале? Нет, я знал. Я принципиально его не читал, потому что мне казалось, что если я начну его читать, то я пойду на поводу моды. Вот. А потом, когда мне предложили его играть, естественно, я не мог не прочитать. Но ужас ситуации заключается в том, что я подсел, и я его перечитал всего. Да? Да. Но мне нравится очень, я уважаю Акунина, потому что он это не, ну, не, не такое, как сказать, не массовое чтение. Не массовое чтение. Вы читаете литературу? Я считаю, что это мистификация, которую он позволяет себе, разрешает себе вот, играть вот в эти мистификации, мне кажется, что это все-таки достоинство ума. А вы что-нибудь читаете, кроме сценариев? Вообще, в принципе. да, к сожалению, это бывает очень редко, потому что в основном получается читать сценарии или пьесы, но мне предлагают хорошие роли. И авторы, которые написали эти произведения, я, например, не могу сказать, что Набоков это плохой автор. Да, говорят, что очень неплохой. читать его. Я просто, опять же, играю сейчас в спектакле «Проиглашение на казнь». И благодаря этому я опять освежил в памяти Набокова. Вообще, я люблю Набокова. А приходится ли вам читать таблоиды? Вот прессу, которую называют «Бульварный». Мы не будем касаться конкретно тем, которые там освещают. Журнал вы имеете в виду? Нет, я имею в виду вот в газетах в «Бульварных», где пишут самые-самые там разные вещи. Вы не читаете? Я не читаю, да. Ну, не принципиально не читаю, просто неинтересно. А вот, просто дело в том, что вас там представляют как звезду бедной Насти. То есть, вот такой штамп. Это отчасти справедливо? То есть, этот сериал добавил вам каких-то дивидендов в смысле популярности? Я думаю, что да. Я думаю, что если бы не было бедной Насти, то я не был бы знаком такому широкому кругу зрителей. Благодаря тому, что был сериал «Бедная Настя» и был сериал «Не родить красивый», в театр на меня приходят люди, я имею возможность им рассказать, что я еще и серьезный артист. Скажите, вот есть ваш персональный сайт, я насколько понимаю, это делает ваши поклонники, то есть, вы отношений не имеете к этому? Скажем так, я разрешил им делать мой сайт, потому что я человек, плохо понимающий в электронике, вообще, вот для чего нужны эти сайты, для чего не нужны, но если поклонники моего творчества хотят сделать мне сайт, я вот с удовольствием им разрешу, я им благодарен, потому что благодаря этому сайту многие люди могут узнать, в каких спектаклях я, например, участвую. То есть, я так понял, что вы в социальных сетях нигде не представлены? Меня нет ни в «Контакте», вообще нигде нет. То есть, мне говорят, что меня там огромное количество, но это не я. Ага, а то есть, там просто фейк, да? Там вообще, я не знаю, кто это. Ну, то есть, мы вполне можем официально заявить зрителям, что если вы находите на фейсбуке, да, Петра, то просто, да, баньте, потому что это самозванец. Я компьютер, интернет, это два, три разных человека. То есть, гаджетами вообще не пользуетесь? Я слушаю музыку. Понятно. Петр, насколько я понимаю, супруга Ирина сейчас за океаном. Да. Что она там делает без семьи? Она скучает. Что она делает? Она скучает. по определению. И она учится. Она учится, потому что у нее, слава богу, есть такая возможность, когда она может прекрасно выучить язык, причем с людьми, которые знают этот язык непонаслышно. С носителем языка. Зачем? Потому что ей надо сдать дофу. Она увлеклась фотографией, и ее фотографии заметили люди из Лондонского университета фотографии дизайна, и предложили ей без экзаменов поступить в университет в Лондоне, чтобы она... И она для этого уехала в Лос-Анджелес учить язык? Да, да. Да. Понятно. Ясно. Александра Петровна скучает? Александра Петровна, конечно, она безумно скучает, но так как я все-таки прихожу домой, я забираю ее из детского сада, я все время, каждый день я ее вожу в детский сад, и поэтому она меня видит каждый день, она отрывается на мне. А я рассказываю. А, и потом, вот, например, в отличие от меня, моя супруга и ее мама, они с такими штуками дружат, и они знают, что такое скайп, они знают, что такое скайп. А вы не знаете, что такое скайп? Я знаю, теперь я знаю, потому что я же хочу видеть свою жену тоже достаточно часто, вот, и мы общаемся по скайпу, так что дочь моя, она знает, что мама рядом, и что можно протянуть руку и увидеть ее, вот. Но осталось учиться, недолго, скоро вернется. А потом, когда выучится, она будет снимать у мужа? Я не знаю, что она будет. Ну, какого рода она фотограф? Она постановочный фотограф? Она фотограф-репортер? Что она снимает? Какие ее работы впечатлили профессионалов из города? разнообразных фотографий, потому что она делала и постановочные фотографии, она делала и уличные фотографии, и репортажные она тоже делала. причем она репортажные она делала, кстати, в Нью-Йорке. Вот. Я представляю, как сейчас просто сделали стойку поклонницы Петра, узнав, что жена за океаном. Я ее люблю. Тем более, тем более, отец, который забирает ребенка из детсада, играет, одевает его куклы, просто мечта женщин. Ну что, спасибо, я узнал много нового для себя. Спасибо вам. Вот. И воссоединение семьи у творческих успехов. Я на самом деле не бросаю ее, потому что я туда приезжаю. А, понятно. Ясно. Субтитры создавал DimaTorzok